всем привет с вами канал все про android и сегодня речь пойдет о приложении которое называется кнопок лог версия light я расскажу как установил данное приложение как его потом активировал сейчас я покажу основные возможности то есть после установки и активации данного приложения у вас появится возможность блокировать и разблокировать ваш смартфон тапами по экрану в определенных зонах и в определенной последовательности после активации дополнительной функции появится вот такое плавающее окошко по нажатию на которое у вас будет блокироваться экран как это все дело выглядит сейчас я покажу вот так вот экран блокируется к сожалению для того чтобы разблокировать экран необходимо все-таки нажимать кнопку питания пока еще приложение не может разблокировать по тапом на заблокированном экране нажимаем кнопочку питания и получаем вот такой вот экран блокировки на котором я уже тоже определил определенную комбинацию задал и сейчас мы разблокируем по данной комбинации при первой установке приложение предложит вам задать пароль то есть выбрать кодовое слово не забудьте записать данное кодовое слово потому что потом возникнут могут проблемы и для того чтобы приложение работало нам необходимо кнопок активировать данную функцию в данной подкладочке еще необходимо активировать функцию double tap to sleep для того чтобы появилась вот это плавающее окошко если я его деактивирую то у нас не будет возможности по двойному тапу блокировать экран и активируйте show notification это нужно для того что он на для того чтобы на заблокированном экране у вас выскакивали сообщение ну как это все дело выглядит сейчас мы быстренько разберемся вот такие вот всплывающее сообщение о пропущенных звонках или там уведомление всевозможных менеджеры для того чтобы они были активны и показывались на заблокированном экране что еще может данное приложение ну помимо того что как я уже говорил она устанавливает определенные комбинации по нажатию на экране для блокировки и разблокировки экрана также данное приложение может еще блокировать определенные приложения допустим вот я сейчас поставил пароль на запуск галереи и при нажатии на галереи выскакивает вот такой вот экран блокировки который тоже настраиваемый то есть обои и комбинация нажатий, они отличаются. Для блокировки определенных приложений также необходимо выбрать определенную комбинацию. Неправильно нажал. Видите, что видимо я забыл пароль. А, да, вспомнил слава бога. Для любого приложения, которое есть в списке, можете выбрать не торопитесь стать и сводом, иногда программка немножко тормозит и если вы сделаете ошибку, то лучше конечно там подождать до 5 секунд для того, чтобы попробовать повторно ввести. Но если вы определенное количество раз неправильно введете пароль, вам будет предложено ввести вот это вот, как я говорил, контрольное кодовое слово, которое доступно будет при первой активации и вам программка разблокирует ваш смартфон и позволит сбросить настройки по умолчанию. Для того, чтобы активировать блокировку приложений, необходимо перейти вот в подкладочку Аплок, выбрать активировать. Здесь же можно перейти к настройкам и настроить сам экран блокировки для приложений. Как я уже говорил, что экраны блокировки основные и экран блокировки для определенных приложений они отличаются и тоже настраиваются. Вы видели, что у меня на основной блокировке один экран, а для блокировки приложения галереи, другой экран, другие часы. То есть это все настраивается из подкладки. Вот здесь вот шестереночка. Но мы не будем уделять внимания именно Uplock, а перейдем к основным настройкам. То есть я сказал, что есть возможность активировать по кнопку, есть возможность задать графический ключ, есть возможность задать пин-код, то есть определенные цифры. Ну, я думаю, что это не существенно, потому что вот эти подфункции по графическому ключу и по паролю, они есть и так во всех смартфонах, которые на андроиде. Так что основные подфункции, которые надо активировать для того, чтобы работало по тапам. Это кноплок, извините, что я сегодня заикаю часто. И дальнейшие дабл тап ту слип, чтобы появилась вот эта вот плавающая точечка и показывать уведомления. Далее о основных настройках. Можно перейдя вот в основные настройки можно изменить пароль, установить позицию то есть будет работать данная подфункция не по большим вот таким вот квадратам, как я показывал для разблокировки, а выбрать любую позицию, нажать set и та же самая комбинация будет уже отрабатываться, допустим, вот в этом вот участке вашего экрана. То есть куда переместите, установите, там и будет отрабатываться. Согласитесь, что тоже довольно-таки существенно. Можно задать любую комбинацию, которая будет отрабатывать именно в этой зоне экрана. Достаточно после того, как вы выберете, нажать set и будет изменена зона активации. Далее set show, set grid after, то есть показывать сетку, как я уже показывал, вот так она будет разделять экран после там нескольких неудачных попыток. Одной, двух, трех или не показывать никогда. Здесь же можно изменить звук, то есть который будет возникать при тапах на экране, изменить формат часов, изменить сами часы. Допустим, вот такие вот часы выбираемые, они будут активны. Изменить формат, вот 24-часовой формат. Здесь же можно изменить обои для экрана блокировки. В общем, настройки и также можно включить вибрацию и показывать нажатие на вашем экране. Вот такое вот интересное, на мой взгляд, приложение, которое все-таки, думаю, заинтересует многих пользователей. То есть, все, еще раз демонстрация небольшая работы. Завис мой смартфон, придется перезагрузить. Сейчас я сделаю небольшую паузу. И далее, да, по активации, извините, завис смартфон. Видимо, надо было ему дать немножко отдохнуть. Ну, по активации, как я уже сказал, приложение, оно в маркете. Есть две версии, платная и бесплатная. Сейчас я подскажу, как удалить, если, допустим, вам приложение не понравилось, потому что через обычное удаление данное приложение у вас удалить не получится. Необходимо сделать определенные настройки. Вот видите, что приложение не отмечено вот таким вот крестиком. То есть, удаление данного приложения, поскольку оно назначено одним из приложений для администрирования вашего устройства, у вас удалить просто не получится. Для того, чтобы удалить, необходимо будет перейти в настройки телефона, общие, далее. Здесь у нас есть подкладочка безопасность. Ну, у вас она, допустим, может называться по-другому. Перейти в подкладочку администраторы устройства и снять вот здесь галочку из кнопок light, для того, чтобы появилась возможность удалить данное приложение. Сейчас мы пройдем весь этап удаления и установки. Я покажу, как я активировал дополнительные про функции. Редактировать, удалить. Я это приложение забэкапил. Вот так вот, после того, как вы снимете галочку с администраторов, его можно удалить. И сейчас быстренько еще раз установим, для того, чтобы я покажу, как это все дело было мной активировано. У меня стоит модуль для экспозит, который называется лаки патчер. Есть сам лаки патчер, но через сам лаки патчер, к сожалению, у ничего не получилось. А вот лаки патчер, который установлен как экспозит модуль. Я думаю, у кого установлен экспозит, лаки патчер уже предлагал себя установить как модуль. Вот он у меня установлен, активирован. Сейчас мы установим быстренько приложение, для того, чтобы вы посмотрели, как все это дело произошло после установки light версия. Так, backups у меня лежит данное приложение. Я его бэкапил. Вот оно у нас, кнопка light. Устанавливаем. Далее установить. Ждем. Установлено. Открыть. Попадаем вот экран, о котором я говорил, что здесь необходимо задать кодовое слово. Можете выбрать из любых предложенных вариантов. Сейчас еще раз запустим, чтобы оно не мешало нам. Выбираете слово. Любое, обязательно это слово запишите. Done. И вам будет предложено установить основной код блокировки. Повторяете его два раза. Нажимаете Next. Confirm принять. Confirm. И данное вот приложение, оно будет уже активировано. И вот здесь вот кнопок log pro. Для того, чтобы получить, необходимо посвайпать. Появятся бесплатные покупки. Ставим галочку отправить ответ неподписанным. И мы получаем, как я уже сказал. Активируем все подфункции, о которых я рассказывал. Получаем взломанную платную версию. Активировать. Опять-таки все активируем. Со всеми запросами соглашаетесь. И делаете настройки, о которых я уже говорил. Выбираете определенные. Код активации. Для определенных приложений. То есть, смотрим. Все дело прекрасненько работает. Блокируем экран. И проверяем основной код блокировки. Вот, на мой взгляд, такое интересное приложение. Постарался разложить по полочкам. Извините, что видео длинное. Так что, если будет желание, устанавливайте. И вы получите функцию, как я уже говорил, вот такую вот возможность блокировать и разблокировать свой смартфон непосредственно по нажатию на ваш экран. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Субтитры добавил DimaTorzok